Здравствуйте, меня зовут Кисенбай Тимирлан. Мне 24 года, и я являюсь студентом университета Моцартеум в городе Зальцбург, Австрия. Родители купили, когда мне было 5 лет, домой инструмент, без какой-либо цели отдать меня на музыку и так далее. Я просто проявил интерес, подходил к этому инструменту и постоянно что-то наигрывал. Потом моя тетя научила меня играть произведение Бетховена к Элизе, и родители увидели, видимо, какой-то интерес во мне и решили это развить. И отдали на частные уроки к преподавателю у нас в селе, в Тюлькубасе, которая уже поспособствовала тому, чтобы я поступил в городе Нур-Султан, в университет Казахский национальный университет искусств по классу фортепиано. Вот с этого началась моя история. Люди узнали обо мне, когда я начал играть популярные песни, делая свои аранжировки. С октября 2019 года я начал этим заниматься, и вот на сегодняшний день у меня 80 тысяч подписчиков. Наверное, привлекло людей больше всего то, что я играл современные произведения на фортепиано. Я просто подумал, что мне уже скучно записывать в комнате, и решил инструмент вывезти куда-то на улицу. Потом на вокзал. Узнал, что на вокзале стоит инструмент, поехал на вокзал, сыграл там. Потом людям я увидел, что это нравится, решил вообще удивить их, поехать на озеро, снять на озере. Наибольшее впечатление мне оказало розовое озеро, это Кубейтус, где я играл Кузуман Харасе, произведение Абая Хунанбаева к 175-летию этого великого поэта и мыслителя. И, конечно, ощущения были просто непередаваемы. А вообще задумка была тогда на озере записать прямо посередине озера, чтобы все вокруг было розовое и инструмент. А в итоге оказалось так, что погода нам немного помешала, и мы не смогли дойти до середины озера, потому что поверхность была глинистая такая, она была мягкая, и мы не могли пройти дальше берега. После того, как увидели ролик с Кузуман Харасе на Розовом озере, поступил звонок о том, что есть такая идея записать и осветить вот эту трассу, которая у нас есть с Нурсултаном Щучинском. И ребята вот придумали вот здесь поставить инструмент. И, в принципе, мне нравится эта локация, это интересно, это что-то новое. Пока я перевожу только этот инструмент, потому что в студии, в которой я работаю, этот инструмент находится на первом этаже. Сколько весит? Порядка 300 килограмм. Порядка 300 килограмм. Я буду искать всегда такие интересные локации и в планах снять на высоте 3200 метров в Чамбулаке, в Алмате, на Чарынском каньоне. Этим самым я, мне кажется, показываю все красивейшие места нашей страны. И в условиях карантина и коронавируса, мне кажется, это будет интересно людям, потому что они увидят места, в которых они бы могли побывать и посетить в нашей стране. Потому что я уверен, что в нашей стране огромное количество мест, куда казахстанцы просто-напросто еще не ездили. Больше мне нравится играть классическую музыку, но люди не так сильно интересуются классической фортепианной музыкой, как вот такой современной. Поэтому для того, чтобы набрать аудиторию, собрать подписчиков, да, так скажем, и потом уже устраивать концерты, мне приходится играть такую музыку. Концерты были до карантина. Я сыграл 11 концертов в Астане, в Алмате и в Чемкенте по несколько концертов в каждом городе. Люди приходят, потому что это были не классические концерты. Интересный факт, что когда я год назад устраивал классический концерт, туда пришло 6 человек. А сейчас билеты продавались за 2 часа уже полностью. И это были платные концерты, а тогда я устраивал бесплатный концерт. Иногда узнают, да, но не так, что кто-то подбегает там и так далее. У меня очень культурная аудитория, я так понял. И они так спокойно к этому всему относятся. Они могут подойти и сказать, о, я тебя знаю, давай сфотографируемся. Я с радостью со всеми фотографируюсь. Одна девушка из парковки так руку высовывала, такая, эй. Я такой смотрю, она такая, ты же тот пианист. Я такой, да. Круто, такая. Как это повлияло на мою жизнь, то, что я начал больше следить за своим поведением. То есть я там не позволяю многих вещей, которые мог позволить себе до того, как меня могли узнать. За 17 лет обучения я участвовал на разных международных конкурсах пианистов. И я являюсь лауреатом более 20 международных конкурсов. Русский сезон в Екатеринбурге я там выиграл. Потом я получил гран-при на конкурсе Европа-Азия, это тоже в России. Я получил вторую премию на конкурсе в Германии. И много конкурсов было в Казахстане. Потом в Китай я ездил на конкурс Моцарта. Я обучаюсь в Австрии, в городе Зальцбург. Это родина Моцарта, там, где он родился. Сейчас уже лето, поэтому у меня уже начались каникулы. И бакалавриат я практически уже закончил. Но вот из-за карантина это немножко все сдвигается. А так я, можно сказать, без пяти минут уже выпускник Моцарта. Дальше планы уехать еще за рубеж. И, конечно же, развивать себя как артиста, как музыканта, композитора. Я хочу начать себя как композитор, преподносить аудитории. И продолжу снимать. Мне это пока нравится, я продолжу снимать. Еще в планах есть вообще сделать такой анимационный ролик, где будет моя музыка и такая история, но уже как мультик. Цель, мечта, разные вещи для меня. Цель – это вот наконец-то уже опубликовать свое сочинение. Это у меня цель уже давно. Мечта? Не знаю, я хочу в космос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова